Привет, друзья! Вы находитесь на канале Follow Your Dream, канал путешествий. Мы, Андрей и Лен, это два сумасшедших из Украины, да-да, те самые, которые собирают фригу по всей Европе. И всем рассказывают, что это такое и где ее брать. А чем же мы отличаемся от всех остальных путешественников? Да потому что мы колесим по Европе без денег. Мы живем в палатке, еду готовим на костре или горелке, перемещаемся исключительно автостопом, за исключением одного случая, когда мы из Барселоны перелетели в Польшу-Варшаву. Сейчас мы находимся в самом красивом городе Польши, это город Краков. И эта серия будет про него. Смотрим! Ну что, камрады, мы в Кракове. Ну, у нас целая такая небольшая приятная история. Мы выбирались и, к сожалению, нажалась кнопка в камере и она, наверное, полтора часа снимала, или сколько там, наш пакет. Поэтому полностью высадился аккумулятор. Мы не могли снимать ни дорогу, ни людей, потому что затолкались в машину. В общем, приключения у нас были следующие. Стояли мы в том месте, где дорога сходилась и расходилась. Долго машины не останавливались, трафик был слабый. Вначале одни остановились, говорят, мы не туда. Другие остановились, давайте мы вас подведем, но не туда. Людей останавливалось очень много. Ну, вот остановился парень, он из Таджикистана, говорит на русском. Говорит, я еду в другой город, вам это подходит или нет? А я смотрю, что он нас может высадить на развязке. И это лучше, потому что мы уже выезжаем за город. Говорим, давай на развязку. Он говорит, ну хорошо, скажите на какой, потому что он не понимал. Я ему показываю, куда, он не понимает, где там остановиться. Он не понял, что прямо на автобане. Оставил он нас прямо на автобане. Мы вышли за эту развязку, чтобы ловить с поворота машины. И там останавливается через время одна машина, да, приостановилась. И потом вторая. И вот на второй машине девушка тоже говорит, я еду в такой-то город. Мы понимали, что он, наверное, не в нашу сторону, но нам просто хотелось с этого автобана выйти. Ну, просто там как-то так вот было жутковато. И вот мы едем, едем. И я смотрю, так мы едем в нормальном направлении, куда нам надо. Потом она говорит, что будет сворачивать через пяток километров. Я смотрю, отлично есть место, где можно остановиться. Автобан превращается на какое-то время обыкновенной дорогой, без заборов, где можно стопить рядом. Заправка. Мы вышли на эту заправку, постояли минут 5-10. Как тут останавливается отличная пара поляков. Они едут со свадьбы, живут 30 километров от Кракова. У нас была уже табличка Кракова, я Леня сказал, держи. Потому что это уже прямая дорога. Нам нужно было ехать 270 километров. Они остановились, я подбежал, говорю, ну, нам бы до Кракова. Он такой, ну, то седайте. И мы сели с ними, проехали, они нас угостили кофе. Такая милая пара. Большое вам спасибо, добрые люди. Но все-таки славянский автостоп, это родной автостоп. Люди здесь останавливаются очень часто. Даже если едут не в том направлении, все равно остановятся. Говорят, ну, мы не в том направлении, извините, так бы подвезли. Ну, вот мы и в самом красивом городе Польши, в городе Кракове. Хотя водитель сказал, что это самый красивый город Европы. Ну, естественно. Вот сейчас начинают вырисовываться старые здания. Подойдем сейчас к старому городу. Хотим найти какое-нибудь место, где наделать себе кофейка, сесть немножко, перекусить. Возможно, пойдем в Макдональдс. Сегодня будем искать кемп, а завтра гуляем по городу и смотрим его. Ну, а сейчас будем смотреть город в вечерних тонах. Прямо колокольный звон видеомузыки. Вот, нашли такую красивую крепость. Чем-то она мне напоминает немножко Тиснеевскую. Вот рядом памятник Брюнвальду. И неизвестному солдату. И неизвестному солдату. Пияльня. Пияльня. Водки и пиво. неадекват вот мы и самом центре кракова уже темно поэтому будем смотреть его уже завтра по светлому а сейчас мы направляемся искать место под палатку потому что уже хочется спать как-то подустали и впервые начиная с испании мы надели флиски капец конец июля а здесь холодно сегодня целый день лил дождь я еще и в капюшоне мерзну это как-то для нас такой нонсенс после испании когда мы там привыкли лежать фактически раздеты и голые потому что жарко было и потом обливаться здесь холодно доброе утро город краков польша и сегодня мы ночевали вот просто во дворах домов поставили палатку нашу потому что не могли найти нормального места в кракове вот увидели что между двумя домами находится поляночка тут какой-то стоит вагончик и вот прямо рядом с машинами домами с людьми проходящими поставили палатку переместились мы от места нашей ночевки которые находятся вот у меня за спиной там где вагончик на вот такую площадочку здесь стоят лавочки есть урна можно было кстати здесь палатку поставить я думаю никто бы вообще не возражал и и никто бы не тревожил и здесь не было бы такой сырости как от земли шла наша тачка 1 начала хандрить у нее начал отваливаться колесо вторая тачка тоже начала дергаться но наверное это связано с тем что у нас очень тяжелые сумки которые мы на них взвалили они под это дело не рассчитаны а мы сейчас пойдем смотреть краков в дневном цвете и потом будем уже ближе к вечеру выезжать в сторону львова здесь проходит трасса а4 она очень хорошая как нам сказали на отрезке в род слов краков она платная а на отрезке краков львов бесплатная будем надеяться что это будет наш последний автобан потому что в украине автобанов нету и там гораздо проще ловить машину уже который город даже самый крупный мы проходим пешком мы прошли всю барселону пешком мы прошли всю варшаву пешком сейчас пройдем весь краков пешком для нас уже большие расстояния чтобы подняться на вот эту башню тоже нужно заплатить денег просто там чуть повыше будет смотровая площадка нас не пустила полиция с нашими баулами тут ездит на сегвее подъехал говорит с такими чемоданами нельзя тут есть депозит пойдите сдайте ну вот мы на центральной площади кракова мы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще не факт, что мы не покатаемся по Польше, может мы сейчас переместимся на небольшое расстояние, но с Краковом мы уже прощаемся. Лена, как всегда, в стрессе, потому что мы ехали без билета, для Лены это всегда стресс, она переживала, она сказала, она против, но мы приехали, без эксцесса. Больница Кракова, и вот взлетает вертолет. Скорая помощь! У нас, если вертолеты летают, то только президента и всяких шишек. Полетел на помощь! 23 июля 2019 года, сегодня ровно три месяца, как мы путешествуем. Сейчас мы находимся в городе Краков, целый день льет дождь, мы думали, что уже сегодня будем на границе с Украиной, что сегодня мы покинем еврозону, но мы не можем покинуть, потому что нас не пускает дождь. Ползает Лена Дружбан, сейчас я его буду ловить, казнить. Лена кричит на меня, что я ей спать не даю, мне скучно. Ну что, покинули мы место нашей двухдневной стоянки. Вчера в Кракове целый день лил дождь, поэтому мы никуда не выходили на стоп, просидели целый день в палатке, проспали. Сегодня то же самое, пасмурная погода, то дождь, то солнышко иногда выйдет. Вот только что убежали мы от дождя, дождь начался. Стоим на этой позиции, она не очень хорошая. Это вот дорога, которая потом уходит на автобан. Но здесь есть поворот вот на такую стоянку, здесь больница. Простояли мы фактически два часа, никто не остановился. Я хочу идти на автобан, потому что еще ни разу на автобане мы даже половину того времени, который простояли здесь, мы там столько не стояли. На автобане, как правило, стоишь минут 10-15, какая-нибудь машина останавливается, и это точно машина, которая идет в твою сторону. Поэтому я за то, чтобы идти на автобан. Лена против. Если не пойдем на автобан, то тогда пойдем сейчас пешком до следующего города. Стояли мы вот в этой посадочке, которая за забором. Это, наверное, территория либо больницы, либо она вообще ничейная. С той стороны там какое-то огороженное учреждение. С той стороны больница. А здесь вот такая вот посадка. И здесь есть проход. Открыта калитка. Здесь идет дорожка. И там кольцо автобуса. Ну, тут отличное место. Правда, трава очень высокая. Ну, а если бы мы были в Украине, мы бы тут бы зависли тут на пару дней. Ну, такие хорошие кусты, такая хорошая природа. Посидели, поддохнули. Пешком мы точно не дойдем, поэтому нам нужно ловить машину. А машина не ловится. Польша в самом начале был отличный автостоп, начиная с самого аэропорта. Но здесь какой-то ступор. Ну, явно это место плохое. Вышли на автобан. Вот эта дорога только к нам, только в нашу сторону. Машины, которые едут сюда, только наши. Одна полосочка. Есть место, где остановиться. В части автостопа оно хорошее. В части незаконности оно самое незаконное. Но, по крайней мере, здесь мы ловим чисто наш трафик. Просто на палец. Потому что любая остановившаяся машина в нашу сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы добрались до границы. Но только не с Украиной, а со Словакией. И мы находимся сейчас в таких польских пернях вообще. Зато каких красивых пернях. Проблема вторая. Начинается дождь. Мы идем вот под этот навес. Когда-то здесь был пропускной пункт в Словакию. Приключения продолжаются. Нам нужно отсюда выбраться. За неделю, потому что через неделю у нас безвиз закончился. В общем, прячемся под навесик. Это Польша, а это уже Словакия. 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 Продолжение следует...